всем привет сегодня расскажу вам как разобрать планшет чтобы заменить сенсор разбитый сенсор у нас произошло такое несчастье упал новый планшет которому меньше полгода и разбился сенсор в мастерской на данный момент попросили чтобы заменить сенсор 2400 но будем менять сами его можно заказать за около 1000 гривен а поменять его не сильно сложно если что-нибудь в этом деле немножко понимаешь мы будем считать что мы немножко в этом деле понимаем вот я снял с него крышку к сожалению начало ролика как снимать крышку я вам не покажу но это было не сложно начинаем разбирать со стороны где вставляется сим-карта с этой стороны вот при помощи от этого приспособления если нет специального туда заводим прошлись для снятия скоб со степлера очень нормально подошло снялась без проблем дальше нужно снять аккумулятор чтобы снять аккумулятор он был закрепленный вот такой планочкой держался этой планочкой и на разъемчике аккумулятор но он еще приклеенный скотчем скотч можно вот он два скотча скотч просто нужно взять и вытащить не выдирать аккумулятор а то его можно сломать или что-нибудь повредить просто вытягиваем потихонечку скотч двухсторонний на который он приклеенный один вытащился второй здесь специально сделаны такие как бы сказать край скотча не обрезан полностью завода а вот он здесь специально есть его хвостик чтобы было нормально его вы снимать при необходимости аккумулятор вот он легко снялся после этого его нужно с ним аккуратно в принципе разъемчик такой маленький на краю на шлейфе я думаю никуда не замкнет его куда-нибудь аккуратненько положим и здесь мы видим вот это шлейф идет самого дисплея который нужно заменить вот здесь вот у нас трещины такие внутри их так не видно верхнее стекло целое но сенсор то есть сам дисплей половину его перестала работать и сенсор тоже не работает этот весь блок продается в сборе в украине на данный момент его можно купить от 900 там с небольшим хвостиком до 1000 тоже с небольшим хвостиком значит ушли у дисплея 22 раз шлейфа идет вот один и второй выходит сюда чтобы быть дост иметь доступ к этому разъему нужно открутить вот еще несколько болтов тогда будет доступ к этому разъем а к этому же доступе есть он к этому разъему доступ вместе с он закрывается планочкой которая держит разъем аккумулятора он он же держит и разъем этого шлейфа дисплея сейчас мы его отключим вот тут такой на краю шлейфа маленький разъемчик и он принципе приклеенный к самому дисплею вот так второй разъем здесь внизу вот так Продолжение следует... Ну вот мы это раскрутили, эти болтики, и это снимается немножко на защёлочках, сами похожие динамики. Дальше вот этот разъём, вторая половина шлейфа. Прикрыта такой плёночкой, липкой, чтобы он сам не раскрылся. Вот этот разъёмчик второй от дисплея, второй шлейф закреплен. Такой он сам не раскрывался такой плёночкой, может ещё пригодится. Но я далеко не убираю. Ну и сам шлейф закрыт в таком разъёме. Вот она такая защёлочка, и шлейф вынимается. Сейчас чем-нибудь подбили. Смотрите, чтобы снять этот разъём, ну вот тут есть такая крышечка маленькая, и мы её поднимаем вверх. А сам шлейф, он вставлен и немного приклеенный. Так что вот всё освободили, теперь остаётся разогреть контуры дисплея феном, ну и попытаться его снять. Тогда будет доступ для того, чтобы поставить новый дисплей. Для того, чтобы снять старый дисплей, нужно его прогреть феном. Начать лучше с уголочка, какую-нибудь тоненькую плёночку сюда. Между корпусом и стеклом засунуть, продвинуть и потихоньку. Вот так вот. Проводим, клей отклеивается. Стекло отклеивается. Обычно приклеено клеем, который при нагревании до 60 градусов, он размягчается и можно стекло отклеить. Ну вот. Дисплей уже поднимается. Почти сняли. Почти сняли. Тут осталось немножко уголочек пройти. Вот так оно выглядит. Здесь, в самом корпусе, где был приклеен дисплей, тут остались остатки клея, которые надо убрать, чтобы приклеить новый. Будем потихоньку его убирать. Всем привет! Привет! Вот мы купили новый экран. Для маленького. Для маленького. Дисплей, вернее. Ну, мы выбрали себе беленький. Внучка захотела белый. Был чёрный. Я бы захотела такой точка, а рисочка точка. Остань белый. Сейчас его приклеим. И ещё не забудь вот эту. И будем собирать. Ну, для этого вот здесь есть такие контактные липучки, как их называть. На липучках такие контактики. Экран, которые экранируют, соединяют этот экран с экраном корпуса. Надо их снять, потому что они вам ещё пригодятся. Также купили вот такой клей. Специальный для приклеивания этих дисплеев. Он B7000. Он прозрачный. Ну, нужно его... Ну, правда, чтобы пока приклеиться надо... Не сразу будет готов. Нужно подержать какое-то время, пока он высохнет. Ну, мы клей убрали тот старый. Сейчас обезжирим спиртом. 96% Чтобы клей лучше приклеился. И будем собирать. Ну, у клея там есть специальный такой тоненький носик, который позволяет аккуратно нанести клей. Вот такой вот. Нанесим клей. Нанесим клей. Нанесим клей. Нанесим клей. Клешка. Тут моя тишка. Стрепо, я стою. Закотяйся. Входи на петлю. Уважаем, я стою. Стрепо, я стою. ну что клей надо чем-то прижать он выступает вот мы тут подклеили экранчик дисплей новые поставили на место колоночки подключили все разъемчики аккумулятор закрепили на клей на тот же самый который и экран сейчас будем в скором времени будем испытывать проверили звук есть аккумулятор подключен дисплей подключен такая есть пластиночка которая держит эти два разъема сейчас мы поставим и будем собирать дальше подключили мы аккумулятор шлейф теперь она закрепить чтобы он не выскочил во время работы такая специальная пластинка удерживает сейчас попробуем включить ну вот наш новый новый почти что планшет стоимость 1 3 часть стоимость это старого экрана дисплея почти 1 3 часть если сами устанавливать а если мастерскую то две трети пока что так его математикой делать ну что вроде так все проверили будем закрывать со стороны кнопок крышка на защелках тут этот пленочку мы снимем позже сними пленку ну что крышка закрылась все закрылась но надо ему еще полежать чтобы клей хорошо приклеился до конца пока все всем наилучшего всего планшетного вот 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 Продолжение следует...